всем привет большинство людей хотели поставить свою игру какие-то найденные модели либо именно свои автомобили и в общем как что мы должны сделать мы должны создать для него риг чтобы им управлять большинство допустим модели у нас в интернете цельные для того чтобы их вообще делать необходимо разделять в данном соотношении как бы выделяем мы все необходимые части допустим данное колесо я нажал редактирование выделяю наше колесо буковкой l нажимаю букву p selection мы separate делаем отделение да и у нас получается вот такой вот это у нас кузов это у нас колеса также мы должны назвать все колеса как-то определенным образом чтобы у нас ничего не было такого проблемного вот у меня фр это передняя правая передняя левая и так далее то есть был бр соответственно правое и левое заднем но это же мы должны смотреть чтобы наша модель к которому и скачали с интернета не было больше нашего персонажа несколько раз иначе в движке придется все это создавать конструировать и редактировать нам это не нужно давайте примерно подгоним необходимый размер ну вот где-то такой наверное опустим автомобиль до вполне достаточно вполне зачетно все вы персонажа можете удалить для новые его обязательно закинуть чтобы посмотреть все необходимые размеры далее мы делаем применяем все трейд-сформации у данного автомобиля и для того чтобы не создавать получается кости есть такая так скажем такое дополнение к блендеру данному случае я вытаскиваю до его у е4 вихике base rigging в общем очень отличная вещь быстренько все создает сама в данном случае смотрите мы должны выделяем да здесь также можно создавать и руль и дополнительные кости какие-то определенные мы сначала должны выделить все set anit scale да то есть и скейл но из-за того что мы set anit scale не делали вас преувеличит размеры но данном случае надо нажимать потому что я уже трансформацию все это сбросил и так далее да то есть и уже подготовил автомобиль теперь мы выбираем базовую часть это у нас наш кузов фил фр это у нас переднее правое колесо далее rr это у нас заднее правое колесо и соответственно все так же левое переднее левое заднее делаем рик викликал и у нас появляются вот такие вот кости здесь мы можем подредактировать размеры костей но мы их не будем делать потому что практически мы их не видим все то есть он нам уже создал все необходимое он уже закинул все в одну структуру и все мы должны выйти из режима редактирования костей выделить все получается да и далее мы должны экспортировать уже нашу готовую модельку папочки у меня уже имеется такой файл но я его сейчас заменю для начала мы убираем bake animation галочку здесь ранее стояла далее мы должны в геометрии поставить смуфинг на face далее арматуру мы должны галочку убрать at leaf bounce она не должна стоять нажимаем экспорт все наша моделька находится уже так скажем папочки давайте куда-нибудь создадим папку для автомобиля так это у нас авто будет и далее здесь мы введем папочку еще название автомобиля допустим делаем импорт так наша папочка и вот этот как раз таки fbx который мы создали делаем импорт далее мы должны определить что у нас skeletal mesh обязательно да то есть если вы делали морфы тоже галочку морфы поставить необходимо если вы создавали проверьте что у вас материал создается ему и если импорт у вас происходит и автомобиль допустим большой или маленький при импорте и uniform scale меняете под необходимое значение примерно подбирайте все импорт у нас произошел так давайте я закину еще несколько текстур которые он не забросил это у нас roughness это у нас metallic это у нас ambient occlusion все мы подтянули давайте сразу материал так это у нас папочка авто кидаем metallic соединяем далее roughness соединяем emissive color здесь у нас есть и как раз таки ambient occlusion соединим все материал у нас готов в данном случае вот такой автомобиль получается но им сейчас нельзя управлять давайте сначала отредактируем ему физик физические так скажем свойства видите у него колеса получаются такие овальные это не есть хорошо то есть мы их выделяем все и здесь в tools ставим сферу и делаем regenerate bodies все а и кстати я забыл кое что вам еще смотрите когда мы делаем видите да у нас точка получается все что находится да точка давайте я удалю заново кости из-за того что точка у нас находится очень низкая он будет висеть в воздухе это нам не нужно делаем вид сбоку ну подойдем да и выделяем все буковкой а передвигаем вниз но где-то поставим вот примерно вот на таком высоте то есть видите красная линия да это ось x вот мы делаем чуть выше чем наши центра колес находится ну и теперь все так же быстренько проверяем то есть делаем rig и делаем вывод необходимые снова экспортируем из-за того что я неправильно кое-что сделал да так проверяем быстренько face галочки add leave нету bake галочки нету я куда-то а ну все все окей далее мы давайте это пока закроем делаем снова импорт уже верной модельки вот она вот так примерно должна стоять в данном случае так здесь у нас колеса как мы уже изменили все отлично далее выделяем основной кузов часть да вот это физическая коллизина делаем сингл комплекс хал или мульти комплекс хал но в данном случае simple поставлю думаю что будет более-менее нормально но есть неопределенные вот такие вот нюансы да которые будет низко автомобиль висеть это конечно не очень хорошо так что в данном случае я удалю точнее не удалю я переделаю под бокс пусть она будет немножко поудобнее сделаю вид слева отредактирую размер и высоту вот то есть где-то примерно так ну да здесь у нас получается вот такая вот впереди плоскость которая встречается ну если что необходимо будет здесь уже более лучше сделать мульти комплекс или сингл комплекс в данном случае у меня торчит и не очень хорошо окей все мы сделали колеса у нас круглые хоть и овальные да шарообразные но они хотя бы будут двигаться теперь мы должны создать animation blueprint для нашего автомобиля здесь мы выбираем наш skeletal mesh нашего автомобиля и здесь в pairing классе выбираем vehicle name instance окей называем это наименование какое-то открываем здесь смотрите здесь нам надо составить некую логику для управления для управления мы берем mesh space rep pause далее пишем hill и у нас выходит handler 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 for hill vehicle это как раз таки у нас там поворот колес поворот руля и так далее далее пишем local и у нас компонент to local появляется нода который мы должны сюда подсоединить делаем compile save все у нас работает все отлично но если мы поставим наш автомобиль он все равно не поедет давайте создадим blueprint пишем сюда hill field vehicle вот как раз таки у нас palm да в классе actor palm hill vehicle делаем select и называем наш actor каким-то названием заходим ну давайте сразу кинем на на плоскость его сюда заходим в него и где у нас получается где у нас mesh мы сюда ставим наш mesh вот наш mesh нажимаем сюда mesh галочка все он у нас уже поставился теперь определенные необходимости да то есть все это мы можем закрыть контент я чисто так быстро открыл его на mesh мы делаем получается sprint arm выставляем выставляем примерные размеры высоту да то есть как-то настраиваете под свой это под свой автомобиль под свое видение добавляем сюда на arm камеру окей камеру мы поставили камера у нас кстати видите да она упала давайте вернем ее значение нормальное и минус 5 минус 9 даже будет более-менее хорошо можем даже чуть приподнять камеру и все вот у нас автомобиль если я его выделяю вот у нас вид с камерой уже показывает более-менее отлично в принципе уже подойдет ну и здесь далее мы настраиваем управление то есть мы должны забить project settings наши необходимые допустим какие-то управления давайте move forward ставим делаем на них движение также мы делаем на поворот также я создал быстренько ручной тормоз вот его сюда же поставим тоже тоже будет использоваться ну и также можете накидать здесь каких-то нажатий клавиш допустим переключение камеры можете поставить включение света пусть это будет да cam car потому что допустим у персонажа может быть другое значение light car и соответственно мы здесь тоже давайте включим допустим включение фонарей ну в дальнейшем мы по этому пробежимся но теперь нам еще надо кое-что настроить мы должны blueprint класс выбрать vehicle hill это у нас наши колеса будет берем да давайте я назову это допустим f hill это у нас передние колеса будет делаем дубликат это back hill это задние колеса заходим сюда и у нас вот здесь details есть справа да все необходимые настройки выставляем радиус но здесь уже вы соответственно будете выбирать радиус который у вас стоит вот здесь то есть колеса измеряете его как вам необходимо там допустим какие-то значения вы смотрите расстояние определенное или уже если знаете ставите ну у меня где-то они в районе 42 примерно так далее что мы должны можем настроить массы и так далее но здесь особо баланса не будем там сами уже побегаете посмотрите что вам необходимо также настроим еще угол поворота в данном случае это передние колеса давайте сделаем в районе 50 градусов лево вправо подвеска максимальное растяжение и сжатие да выставим допустим 5 на 25 это сжатие на 5 растяжение на 25 я думаю для этого автомобиля это вполне себе хорошо также мы кстати не забудем выставить ручник да то есть мы здесь можем на передние колеса либо ставить ручник либо не ставить ручник в данном случае пусть он встает здесь а на задние настройку сейчас по-другому сделаем так это мы можем закрыть здесь мы то же самое настраиваем радиус колес массу колеса здесь я убираю чтобы ручник у нас задние колеса не блокировал допустим ну здесь уже сами побалуйтесь какой вы вид поставите на задние колеса поворот мы не будем делать соответственно здесь будет нолик ну и здесь выставим примерно равное 7 допустим и 28 ну так чтобы разница какая-то была определенная все мы сохранили далее мы можем это закрыть в нашем автомобиле у нас есть vehicle и вот здесь мы должны настраивать как раз таки наши колеса когда вы открываете филс сеттингс да сетапс точнее здесь у нас открывается 4 с нуля до трех да то есть 4 штучки это наши колеса делаем переднее колесо здесь мы пишем наименование нашей кости если вы не знаете наименование кости что возможно да открываете skeletal mesh и здесь у вас как раз таки они прописаны выделяете fr это переднее левое fl соответственно переднее левое как раз таки это переднее правое в общем давайте так и пропишем да так я обычно пишу переднее левое далее у нас переднее правое это здесь у нас заднее левое и заднее правое все что у меня как раз таки наименование костей есть я и сюда и прописал rl r они как раз таки и имеется здесь как раз таки где fill класс мы выбираем наш класс это передние колеса два первых и два задних колеса также мы можем побаловаться с настройками но особо без определенных знаний мы здесь можем запутаться но вот кстати здесь есть такая штука как сцепление я иногда ее уменьшаю допустим сейчас стоит 10 и для того чтобы он прям слишком не заносил я где-то в районе 2-3 ставлю в принципе для меня вроде как нормально возможно для этого автомобиля не подойдет а ну и кстати еще забыл крутим наверх да здесь нам нужно сместить наши колеса коллизии колеса точнее будет правильно да относительно нашего центра в данном случае вы можете подобрать его либо методом подбора либо определенные знания длины данном случае у меня с центра с центра вот этого до сюда где-то находится примерно размер ну где-то 15 наверное делаем минус 15 левая плюс 15 правая и соответственно также на задних колесах так если вы перепутаете но здесь всегда можно поменять ну и что давайте поставим получается на наш автомобиль управление это я выбираю по он да и здесь автопососплеер сразу я ставлю на нолик то есть чтобы я сразу сел внутрь него и соответственно мы здесь ну и забыл кое-что мы здесь в автомобиле должны наш аним класс поставить который мы создали у вас аним c название моего класса но из-за того что сейчас управление я не забросил он управляться не будет так давайте закину еще дополнительную камеру чтобы мы могли смотреть поворачивается ли наше колесо или нет пусть будет пусть будет вот так пусть будет вот так выключаю пока у него автоактивейт здесь у нас есть камкар я как раз таки да создал наш экшен так флипфлоп я переключаю нашу камеру основную на камеру вторую это у нас где активе будет и здесь у нас активе будет также я копирую просто делаю дубликат чтобы здесь можно было все присоединить в обратную сторону так давайте проверим все отлично но так как у меня сейчас кнопочка поворота не работает она не покажет давайте сейчас я настрою управление и мы быстренько продолжим сделали да я сэкономил вам 2 минуты это у нас ручник set handbrake input с первой галочкой с второй min это без галочки и set throttle input и set street input это у нас вперед-назад и влево-вправо если мы запустим да сохранимся запускаемся переключаемся на камеру и у нас колеса уже начинают вращаться соответственно движение тоже происходит если у вас колесо начинает как-то гелозить и очень некрасиво смотрится это все заходим в project settings и и если возможно у вас не выключен натисшин блюр если стоит галочка то выключайте ее и у вас колесо будет красивее выглядеть да вот сейчас смотрите я покажу вам как она будет с не выключенной штукой вот прям все видно и расплывается это очень некрасиво убираем ее ну вот и все на данный момент ну да давайте быстренько еще поменяем получается поставим на поворот сделаем поворот мышки в общем здесь у нас есть project settings где мы поворачиваем мышку это у нас turn и look up да mouse x mouse y соответственно мы должны допустим можно даже из персонажа вставить вот такие вот значения это у нас будет поворот мыши да и в наш spring army мы должны поставить галочку use power control of rotation ну можем отключить какие-то действия какие вам необходимы увидите теперь мы можем вращать влево вправо ну и так же вы можете конечно позже ограничить влетание камеры да сюда и все теперь у нас вот такие вот движения у автомобиля видите да у нас передняя подвеска выше поднимается и опускается чуть ниже даже в общем все это настройка в колесах было необходимо редактировать ну и для такого такого я все-таки вот эта штука подправлю давайте еще выставлю 2.1 какой-нибудь там скорее всего будет более у меня хорошо ну уже вот более-менее уже как-то управляемость на уровне а на этом все до скорой встречи друзья всем пока что за